МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. В Эквадоре встала работа по добыче нефти из-за массовых протестов и захвата нескольких месторождений. Парализованной оказалась трансэквадорская нефтепроводная система из-за низкого уровня подачи сырья. Она сократилась на 30%. Ранее добычу нефти приостановили на 9 блоках, которые были захвачены протестующими, сообщает телеканал Россия-24. Они недовольны отменой субсидий на дизель и бензин, что привело к резкому скачку цен на топливо более чем на 120%. По стране прокатилась волна беспорядков, президент ввел чрезвычайное положение, а парламент приостановил свою работу. Вести экономика передают. Сегодня стартует 13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем. Несмотря на ряд жестов доброй воли, сделанных в преддверии встречи, Пекин, явно разочарованный американским черным списком китайских компаний, снизил ожидания значительного прогресса от переговоров, сообщает рейтер со ссылкой на китайских правительственных чиновников. А вот президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать оптимизм, указывая на то, что Вашингтон практически загнал Пекин в угол. Вести экономика передают. Всемирный банк во второй раз с июня ухудшил прогноз роста ВВП стран и мировой экономики в текущем году. В июне ожидал замедление глобальной экономики до 2,6%, сейчас до 2,5%. Оценки, которые учитывают последние данные, говорят о том, что рост может снизиться еще сильнее. Рост мировой торговли товарами и производственная активность существенно замедлились в 2019 году, предупредили во Всемирном банке. Между тем, Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году. Согласно Октябрьскому докладу Всемирного банка об экономике Европы и Центральной Азии, экономический рост Казахстана в 2019 году составит 3,9%, сообщает Интерфакс Казахстан. Весной текущего года ВВП прогнозировала экономический рост Казахстана на уровне 3,5%. По прогнозам банка, инфляция в 2019 году ожидается на уровне 5,3%. При этом ожидается, что экономическая активность страны немного замедлится из-за более слабого экспорта. Экономика Казахстана по итогам 2018 года выросла на 4,1%, инфляция составила 5,3%. Муляжи из сена, снега и навоза вместо государственного запаса зерна обнаружили ревизоры в Восточно-Казахстанской области, сообщает Тенгриньюз Кейзет. Общая недостача зерна, принадлежащего проткорпорации, на складах предприятия, которое находится неподалеку от Семея, составила около 17 тысяч тонн, или 98% от общего объема зерна. Проткорпорация обратилась в суд с требованием взыскать с ТО сумму почти 1,5 млрд тенге. Власти Нур-Султана ищут место для строительства парка развлечений Диснейленд и инвесторов для реализации этого проекта, сообщил заместитель Акима столицы Ерлан Бекмурзаев, сообщает Курсив Кейзет. По его словам, парк развлечений в Нур-Султане должен окупаться, а для этого он должен быть крытым, чтобы работать круглогодично, с учетом климатических условий столицы. Сейчас в среднем в Нур-Султане турист останавливается на полтора дня, а каждый день нахождение качественного туриста – это 100 долларов, и мы хотим этот показатель увеличить до трех дней, сформировав пул проектов, пояснил представитель Акимата. Самая дорогая арендная квартира в Алматы – это 7-комнатный таунхаус за 2,5 млн тенге в месяц, сообщает Тенгриньюз Кейзет. Элитный дом клубного типа находится на проспекте Достык. Таунхаус состоит из пяти этажей. На цокольном этаже расположена мини-сауна. Прилегающая территория покрыта газоном. Есть беседка. Квартира отделана в серо-бело-черных цветах и оборудована по последнему слову техники. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА